Дом 8 Дом 8 Дом 9 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 на газомоторное топливо. Это и экологично, и экономно. Использование газа в десятки раз снижает выброс в атмосферу вредных веществ. Плюс спасает топливную систему от ненужных отложений, уменьшает износ двигателя. Пропамбутан – это самый альтернативный вид топлива на сегодняшний бензин, взаимозамещение бензина. Он является экологически более чистым топливом. С экологией, наверное, он уступит по своей токсичности, наверное, только водородным двигателям и электродвигателям. Данный газ сгорает полностью. При сгорании он выделяет всего в воду и углекислый газ, ну и также небольшое количество твердых частиц. Также газ не смывает масляную приемку, которая смазывает элементы движущиеся, так называемые двигатели. Механики уверяют, разговоры об особой опасности использования газового оборудования явно преувеличены. Еще один мощный стимул для перехода – значительная экономия. Стоимость бензина продолжает неустанно расти. При этом газ в три раза дешевле. Развитие рынка газомоторного топлива обсуждали и в Нижнем Новгороде. Этот проект находится под контролем полпредопрезидента в Приволжском федеральном округе. Главы регионов посетили ведущие нижегородские предприятия, где производят специализированную технику для заправки метана. На нужды рынка газомоторного топлива работают и предприятия «Чуваши». В республике наладили выпуск криобаков для метана и пропана. Он может использоваться как в комплекте, может двумя баками запараллельно быть. То есть устанавливается на грузовой транспортное средство. Второй баллон также устанавливается, они будут работать в паре. Это до двух тысяч километров пробега на одной заправке. Изготавливается он у нас по полному циклу. Вот будущее зачем будет? На грузовиках. Нет, я серьезно говорю. Поэтому мы в партнерстве уже с ним порабатываем не только баком, а еще и кривую цистерну. Потому что сейчас мы берем бочку из Шанхая, мы хотели ее сделать все-таки поближе к Нижнему Новгороду. Но ей не знают, что вот еще уже начали изготавливать такие баллоны. Число автомобилей, работающих на голубом топливе, за последние годы увеличилось в два с половиной раза. На газомоторное топливо уже переводят школьные автобусы, машины скорой помощи, грузовые фуры и передвижные комплексы для аварийных бригад. Развитие рынка газомоторного топлива для республики. Принципиальная задача, отметил Михаил Игнатьев. Ускорить этот процесс должны уже принятые меры господдержки. Мы приняли решение, налог на имущество 20% освободили тем организациям, тем физическим лицам, предпринимателям, которые занимаются, которые переоборудуют и переходят на газ. Развитие рынка газомоторного топлива поможет решить и другие проблемы. После перевода автобусов на метан должны снизиться тарифы на перевозки. Энергосберегающие технологии в любой сфере делают нашу жизнь удобнее и менее затратной. Продолжение следует...